Сейчас, когда вовсю бушуют страсти на футбольных полях чемпионата Европы, самое время вспомнить, что среди топовых бойцов смешанных единоборств есть немало тех, кто мог в свое время избрать другой путь в жизни и стать профессиональным футболистом. Одним из таких является Майербек Тайсумов, который после переезда вместе с семьей в Австрию в начале нулевых играл за команду второй австрийской бундеслиги, был нападающим и даже забил 32 года в 26 матчах. Однако увлечение единоборствами взяло вверх, и Майербек из подающего надежды футболиста стал одним из самых перспективных и зрелищных нокаутеров европейского ММА. Уверенно сокрушив своих соперников в Гран-при М1 Селекшн Западной Европы, Майербек надолго обосновался в М1 Глобал, являясь одним из топовых легковесов организации. Сегодня мы с вами посмотрим поединок, в котором Тайсумову явно пригодились его футбольные навыки, а именно, удары ногами поистине разрушительной силы. 8 июня 2014 года на турнире М1 Через 40 в Битвах в горах Майербеку противостал опытнейший финский боец Ника Пухака, который помимо устрашающих татуировок обладал еще и титулами победителя Гран-при КСВ и победителя турниров Fight Festival, а за его плечами к тому времени было 40 профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств. Я очень рад, что меня сюда пригласили, именно сюда, в Ингушетию. Ближе к Грозамо я сам чеченец, много кто приедет, много кто болеет. На своей земле все равно как-то приятно выступать, впервые выступая в этих краях. Готовился я в Таиланде месяц, после вернулся в Австрию в последние две недели, там готовился. Упор я, в принципе, и в стоечке, и в борьбе. Как обычно, ну, ММА. В Таиланде там новые тренера, новые партнеры обменивались техниками. Много чего нового было. Готовился нормально, так что надеюсь только на победу. Не знаю, что буду показывать, надеюсь только на хороший бой. Посмотрим, что, как получится. Я последний бой его видел. Он за пояс выступал с Муса. Ну, в принципе, выносливый, хотя у него мало было времени подготовиться. Постоял, подрался пять раундов. Думаю, главная причина того поражения в том, что у меня было всего две недели на подготовку к борьбе. Он очень хорош в стойке и прекрасно защищается от тейкдауна. Но я никогда не видел, чтобы он работал в партере. Возможно, это не самая сильная его сторона. Я всегда тренируюсь усиленно. Всегда в хорошей форме. Какие пожелания могу я ему пожелать? Не травмироваться? Давай покажем хороший бой. Спортсмен в синем углу ринга. 33 года, вес 70,3 килограмма. Рост 176 сантиметров. Профессиональный рекорд. 27 побед. 13 поражений. Его соперник в красном углу. 24 года, вес 70 килограммов. Ровно рост 176 сантиметров. Профессиональный рекорд. 18 побед. 4 поражения. Ник Капухака против Майербека Тайсумова. Ну вот, пожалуй, супер бой, так супер бой. По-другому не скажешь. Майербек Тайсумов, безусловно, человек известный российскому зрителю. Чемпион М1 Селекшн западная Европа. Его противостояние, причем серийное. И с Артемом Домковским мы прекрасно помним. Там будет, ну, просто не бой, а шедевр был, если чемпионский пояс. И Ник Капухака, представитель Финляндии, которого мы видели. Вышедший на замену, уже очень возрастной атлет, 33 года в этой весовой категории. Это уже ветеран, причем ветеран серьезный. Две недели на подготовку. Де-факто одна, пока согнался. Пока то, пока сё. Это я про его предыдущий бой. А тут тебе и действующий чемпион. И все равно, все раунды против него отработал. Очень неуживчивый, очень жесткий, очень хорошо умеющий бороться. Против Майербек Тайсумов с традиционно прекрасной ударной техникой. И Ник Капухака в интервью замечал, что Майербек не очень хорошо работает в парке. Но это, мы видим, был с Дромковским. Ну, пока что три попытки прохода в ноги. Ник Капухака, и ни одна их не удалась. Ублагатель Гран-при КСВ в легком весе, на файт-фестивале, на финских, по-моему, всяких делах он бился. У финнов много где это запрещено, поэтому им приходится там изыскивать постоянно какие-то методы. Борец здорово. Борец здорово, его поединки видел, прекрасно добивает. И функциональная готовность совершенно сумасшедшая. В принципе, я мало видел. Европейцев готовых именно из-за этого. Еще один проход. Ну, Майербек, а ты ему свалить будет довольно тяжело. Майербек, он самостоятельный. Да, Майербек, дает ему понять, что... Да-да-да, развернуть, конечно. А, на середину даже. Просто головой. Сейчас посмотрим, как будет работать Ник Капуха в партере. Были у него сомнения по-моему. Майербек будет вставать просто. Ну, зачем мы с ним бороться? Жесткие удары. Сюда с ручником. Щелкает. Да-да. Опа, сломал. И сдается. Сломал. Походу сломал ногу. Ммм, по крайней мере, очень похоже. Это, наверное, по один из... Это первый такой нокаут, чтобы вот так вот человек сверху бил по ноге, который я видел. И... Я тоже, знаете, я сейчас просто вас слушаю. В это боев больше моего... Видимо, так с тяжелой. Это удивительно. Возможно, какие-то были проблемы с ногой, потому что первый проход, который пытался делать Ника, он запнулся как раз об левую ногу. Возможно, что Майербек это заметил и стал добивать его по этой ноге. Ох ты! Вот просадил, как это просадил. Даже если не перелом, то какая-то тяжелая очень травма, что-то с надкусницей, возможно. И не исключаю, кстати, что Майербек это знал. Он стал очень жестко работать. Ну, там просто супер. Да, короткий, красивый бой получился. Вот к вам, кстати, яркая иллюстрация о том, что надо делать с соперником, если он просто старается отлежаться. Четко сработанное. Майербек говорил, что он готовился в Таиланде. Вот тайская школа ногами сработала здесь. Тоже, знаете, красивейший нокаут мы видели в предыдущем прыгинге Радзешевской персоналии. И здесь, на самом деле, по необычности, пожалуй, самый необычный нокаут, который видел. Майербек Таиланде продемонстрировал прекрасный бой. Спасибо большое. Майербек Таиланде продемонстрировал прекрасный бой. И всем, друзья, Антонио, всем благополучиям. Так что видна, безусловно, видна его работа. Ну, удивительно, конечно. Удивительно, просто фантастика. Уже пытался ноги здесь прятать. И здесь, ну, вот, вот здесь постучал, и Майербек сразу остановился. Работы в Таиланде даром не прошли.